КОНЕЦ 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 Начинают с подбора родительских пар. Его проводят методом проб. Выбрали растения с самыми крупными початками. Скрестили их. Но гибридные початки получились небольшими. Пробные скрещивания продолжают. Растения номер 3 и растения номер 9 при скрещивании дали гибриды самыми крупными початками. Они превосходят початки родительских форм. Но ценность гибридов определяется не только величиной початков. В лабораториях гибриды проходят всестороннюю проверку. Сейчас определяют содержание лизина и других аминокислот в зерне. Когда родительские пары найдены, приступают к массовому производству гибридных семян. Для этого необходимо вывести чистые линии родительских пар. Производят принудительное самоопыление. Чтобы не допустить перекрестного опыления, на растения надевают изоляторы. Так обеспечивают близкородственное размножение, то есть инбридинг. В результате перехода в гомозиготное состояние неблагоприятных рецессивных генов растения вырождаются, мельчают. На получение чистых линий необходимо. В них закрепляются гены, контролирующие важные для сельского хозяйства признаки. Растения инбридных линий отличаются стандартностью. Здесь высеяны растения двух инбридных линий. Родительские формы чередуют таким образом, чтобы произошло перекрестное опыление. Удалив метелки, предупреждают самоопыление растений. Гибрид первого поколения. Он отличается особой мощностью. Это гетерозисный гибрид. Чистые линии, от которых он получен, ежегодно возобновляют. В лаборатории селекционной станции можно увидеть коллекцию родительских растений и полученных от них гетерозисных гибридов. Гетерозисные гибриды отличаются более крупными початками. На каждом из них больше зерен. Это свойство гибридов превосходить по определенным качествам родительские формы и называют гетерозисом. Генетические причины гетерозиса до конца еще не выяснены. Однако некоторые механизмы этого явления уже изучены. Схема моногибридного скрещивания. Длина початков родителей различна. Большая длина является доминантным признаком, меньшая — рецессивным. При скрещивании получается гибрид, который превосходит родителей по длине початков. Это явление называют сверхдоминированием. Обратите внимание, оба родителя гомозиготны, а гибрид — гетерозиготен. В данном случае гетерозис обусловлен гетерозиготным состоянием гибрида. Схема получения гетерозисного гибрида при дигибридном скрещивании. Родительские пары отличаются по двум признакам. В генотипе первого родителя имеются гены, контролирующие признак длинного и узкого початка. В генотипе второго — короткого и широкого. В этом случае гетерозисные гибриды совмещают доминантные признаки каждого из родителей. Они превосходят обоих по массе. Каким же будет второе поколение гетерозисного гибрида? При скрещивании выщепляются гомозиготы. Второе поколение теряет гетерозисную силу. В каждом последующем поколении гибридов увеличивается количество гомозиготных растений. Эффект гетерозиса затухает. Поэтому для посева хозяйством и необходимы семена гетерозисных гибридов первого поколения. Для их массового производства на селекционных станциях отводят значительные площади. Здесь удалять метелки уже не нужно. Ученые вывели растения, у которых недоразвитые пыльники, пыльца стерильно и самоопыление не происходит. Необходимость в трудоемкой операции отпала. Растения с недоразвитыми пыльниками обнаружены у многих других культур. Например, у азимой ржи, у лука. Справа цветок лука с недоразвитыми пыльниками, слева с нормальными. Гетерозисный гибрид лука. Он дает прибавку урожайности, обладает высоким процентом содержания сахара. Его можно будет долго хранить после сбора урожая. Эффект гетерозиса может быть закреплен в последующих поколениях у растений, размножающихся вегетативно. При таком размножении генотип растений будет долго сохраняться без существенных изменений. Но большинство сельскохозяйственных культур размножают семенами. И, как вы видели, производство гибридных семян сложно и трудоемко. Но уже сейчас очевидно, гетерозис – один из наиболее эффективных способов повышения урожайности. Намного выше обычного урожая гетерозисных гибридов капусты, моркови, томатов, огурцов. Многие из них созревают значительно раньше обычного срока и дольше плодоносят. Основные посевные площади, отведенные в нашей стране под кукурузу, засевают сегодня гибридными семенами. Это повышает урожайность кукурузы на 30%. Новый метод получения высоких урожаев – генетически регулируемый гидерозис – надежно служит человеку. Новый месяц Продолжение следует...